Про свой проект, проект дома. Почти завершенный, да. Да, почти завершенный. Завтра, ну, не знаю. Давай пробовать. Я знаю. Часиков, например, в 8, в 7 можно, чуть пораньше. Да, в 7 можно. В 7 на охотном ряду. Ну, там встретимся. Я тебе просто там за час напишу конкретное место. Ну, хорошо. Давай. Тогда с тебя красивое платье. Прям красивое платье. Серьезно? Ну, да. И чулки еще. Чулки, а зачем чулки? Ну, а грабить банк? Пойдем с тобой вместе банк грабить. Банк грабить. Ну, ладно, чулки еще. Сейчас самое время грабить. Правда, мне кажется? Ну, давай на это тогда сойдемся. Тогда завтра я тебе напишу за час. Ладно. А теперь здорово. Всем мира, всем добра, всем терпения. Это Шамшурин. И это видео о том, ты вначале увидел небольшой кусочек. Это пример того, как человек на нашем тренинге практика звонит девушке, с которой он недавно познакомился, приглашает ее на свидание. Откуда у нее на коленях оказалась женщина? То есть, у нас на практике есть женщины-саппорты, женщины-помощницы, то есть, которые всячески помогают, то есть, дают свою обратную связь. Ты даже можешь прикоснуться к ним и соприкоснуться с ними, как-то там приобнять, взять за руку, то есть, отработать какие-то вещи на этих женщинах. Так вот, почему девушка сидит у него на коленях? Потому что, во-первых, человек сам вызвался сюда звонить добровольно. Никто тебя заставлять не будет, не переживай. А во-вторых, мы, видя, что его там трясет и колбасит, решили еще больше предложили ему усилить эту тряску, этот расколбас, чтобы человека просто отпустило, чтобы обычный звонок девушки оказался ему чем-то таким легким и естественным. Чем это и должно быть? Поэтому у него на коленях оказалась эта девушка, то есть, которая, скажем так, целью ее являлась его немножко расслабить, понять, что да, здесь и женщина, здесь он звонит другой женщине. То есть, у нас есть там свои секреты, которые здесь разглашать не буду. Суть видео в чем? Суть видео в следующем. То есть, смотри, есть несколько каких-то крутых лайфхаков, как сейчас говорят, что можно использовать при вызвании. Ты здесь слышал, что когда девушка первая, да, то есть, когда она говорит, ну, я не знаю, там, мне надо подумать, ты говоришь, я знаю. И именно говоришь это утвердительно. Я понимаю, что когда девушка тебе нравится, она там красивая, тебе волнительно звонить, потому что ты переживаешь, вдруг она не согласится. Собери всю свою волю в кулак и утвердительно скажи, я знаю. И там, я уже все решил. Или она говорит, ну, мне надо подумать. Ты говоришь, я уже подумал. Ну, посмотрим. Я уже посмотрел. Я знаю. То есть, когда ты это говоришь, это, скажем, дополнительно до заинтересовывать его время вызвано. Это она слышит, какой уверенный мужчина. То есть, и это только-только плюс, плюс тебе, это как некая тренировка какой-то своей уверенности, то есть, трансляция этой уверенности. Это очень крутая фишка. Далее вторая фишка или там вторая какая-то, не знаю, хитрость, лайфхак. Если ты сильно волнуешься, у нас есть Юра, и есть его некий такой способ, его технология, когда он вставал, как он сам делал. Он говорит, я вставал вот так вот перед зеркалом в такую позу воинственную какую-то, может быть, немножко даже утрированно, переигранно какую-то такую уверенную. Снимал майку, то есть, и с голым торсом так расставлял шире ноги, брал трубку и звонил этим девушкам. Начиная, может быть, там с тех девушек, которые не очень сильно нравятся. Пытался войти в образ вот этого уверенного какого-то там альфача. Возможно, что в нем нет необходимости, но на первое время, если тебя сильно трясет и ты волнуешься, этот образ и вот этот способ войти в этот образ и потом уже вот так вот с голым торсом там уверенно с такой физиономией позвонить, это может тебе сильно помочь. Потому что, когда ты внешне это транслируешь, механизм, он такой, скажем, обратно пропорционально закрученный, прямо пропорционально закрученный. То есть, если ты уверен и внутри, это, как правило, отражается в твоем теле, в твоей невербалике. И если начать с невербалик из тела, то эта уверенность немножечко подключится также и внутри. И еще одна фишка, еще один лайфхак полезный, это про платье и чулки, которые мы всегда рекомендуем там использовать. Для кого-то, кто вне темы тренинга, да, то есть и вообще вне понимания, как это делается, для него, возможно, это какая-то дичь покажется. И, кстати, прежде чем я про этот способ расскажу, почему он важен с 30 апреля по 3 мая, я приглашаю тебя на майские праздники на практику. Это намного лучше, чем поехать на шашлыки. Ссылка для записи здесь. Это будет прокачка, это будут женщины-саппорты, это будут максимально заинтересованные в тебе тренера в твоем результате. Поэтому мы сидим и думаем, как каждому человеку помочь и зачем мы посадили девушку этому парню на колени. То есть максимально включенные в твой результат тренера. Так, это наше кредо, наша обязанность, наша работа и так далее. Это наш смысл жизни, наш смысл проведения этих тренингов. То есть если ты пришел, мы подберем ключ к каждому человеку обязательно. Осталось только оставить заявку. Так вот, способ по поводу платья-чулки. То есть о чем это? Во-первых, смотри, если тебе страшно просто позвонить, ты говоришь про это платье-чулки, это как бы еще страшнее. То есть ты как бы заведомо навешиваешь больше утяжелителей, когда бегаешь или прыгаешь. Во-вторых, ты слышишь, как девушка реагирует на такие вещи, а они как бы намекают на близость, на секс. И на то, что наконец-то тебя не просто поведут в ресторан или в театр, а с тобой будут сближаться. Чего девушкам тоже очень сильно хочется. Значит, следующий момент. Это используется тогда, когда девушка нормально, позитивно реагирует. Понятно, что когда она там, не знаю, вот это все, возможно, это и не надо. Здесь, когда все хорошо, это нужно применять. Следующий момент. Даже если она придет не в платье и не в чулках, она, услышав от тебя эту информацию, будет понимать, что какой уверенный мужчина. Он не боится мне это говорить. Он собирается, намеревается активно со мной сближаться, чего я, собственно, и хочу, к чему я готова. Но часто бывает такое, что они как раз приходят в платье и чулках. Если девушка после вот этого твоего предложения прийти в платье и чулках, пришла действительно на встречу в платье и чулках, ну уж извини, то тут ты должен понимать, что если чего-то и не произошло, то только исключительно по твоей вине, потому что ты где-то не дожал, не дотянул. Плюс это такой возможный потенциальный конфликт. Это тренирует тебя обрабатывать возражения. Потому что где-то она скажет, о, какой ты, интересно там. А где-то она может, какая-то девушка сказать, а больше ты ничего не хочешь. Ну то есть все равно негатива там не будет. Если на эту фразу будет какой-то негатив, то поверь мне, эта девушка этот же негатив может выдать на фразу, привет, классно выглядишь. Она скажет, я с вами на ты не переходила. То есть если возможен негатив, то он только потому, что девушка реально, ну что-то странное у нее с головой. В остальных случаях это такое. Если она скажет, больше ты ничего не хочешь, а там, что еще мне надо сделать, или там, а ты не охренел. Всегда можно отшутиться, всегда можно сказать, что, слушай, тогда приходи в водолазном костюме, не знаю, как тебе удобно, можешь в трениках прийти. Или скажешь, там, слушай, тогда я одену чулки, как бы, а ты одевай пиджак и там пальто и что-то еще. То есть всегда можно постебаться. Ключевое, то есть я надеюсь, что эти три способа, они тебе помогут, потому что это все работает. Это все дает определенный результат. И другой вопрос, было бы куда звонить, потому что если ты знакомишься раз в пятилетку, или там где-то еще, или ты знакомишься только в онлайне, а в онлайне есть некая другая технология, то зачем тебе эти способы? То есть эти способы работают тогда, когда тебе есть кому позвонить. То есть у тебя базово должны быть телефоны красивых женщин. Там какое-то количество отвалится, всегда есть конверсия. То есть здесь до кого-то ты дозвонишься, с кем-то ты пойдешь на свидание, с кем-то у тебя будет секс. Потом вообще, может быть, будет семья, чего я тебе очень сильно желаю. Поэтому обязательно попробуй их применить. Не надо их игнорировать или обесценивать, или думать, что это херня какая-то. Потому что мы в этом деле, я в этой теме лично 16 лет, мы это все тестировали, пробовали, смотрели. Очень многие годы уже понятно, что работает, что нет. Зачем тебе изобретать велосипед? Если ты не можешь это сделать самостоятельно, или у тебя некому звонить, ссылка на практику, майскую практику здесь внизу. Оставляй заявку, с тобой свяжутся, ты забронируешь место, и мы с тобой...